Сегодняшняя тема, учение, как любить истину, или что значит любить истину, что значит любить истину, что значит любить истину, что значит любить истину, что же такое любовь к истине, небо принадлежит людям, которые живут по истине Божьей, человек любит Бога и его правду больше себя. Любить истину, это когда человек любит Божью правду, Божью истину, чем свои взгляды, чем свое мнение, чем свои обиды, чем свое чувство, чем свои эмоции, чем свое предпочтение, чем свои взгляды. Когда человек сознательно принимает решение, что какие бы ни были мои ощущения и мои мнения и взгляды, если эта позиция Божья, это для меня всегда будет последней инстанцией, это всегда будет абсолют для меня. Я покораю, ломаю себя, чтобы писать весь мир с позиции Божьей истины. Мы слабые люди, мы неемощные, мы будем иногда терпеть поражение, мы будем иногда терпеть неудачу, но вот сама позиция, желание поступать по истине, жить по истине, любовь эта истина должна быть превыше всего. И признание, где я прав, где я не прав, где я ошибался, или где я падал, или где я промахнулся. То есть сама любовь к этой истине, она должна быть превыше своего удобства или неудобства. Вот такая любовь к истине. Возвещение Божьей взгляд над своим взглядом. Препочтение Божьей точки зрения выше своей. Луки 14.33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Утро, отрешится от себя, отрешится от своей взгляды, это позиция смерти. Любить истине, это значит, принять сознательную смерть. Смерть своим взглядам, смерть своим хотением. Умираю, чтобы угодить ему. Ставлю на себя крест. Отрешится от других всяких других мнений. Возвещаю взгляд Божьей, выше своего мнения и мнения окружающих. Вот что значит любовь к истине. Иисус эталон истины. Иоанна 14.6 Я есмь путь и истина и жизнь. Любовь к истине наставляет человека на путь праведности. Иисус эталон. Значит, я подражаю к Христу. Я вижу характер, поведение Христа. И вижу это как эталон. Я хочу быть как Он. Я подгоняю себя под Христа. Под Слово Божие. Потому что Он эталон. Он образ. Я подражаю Ему. Я хочу быть как Он. Сремлюсь. Поэтому я считаю Библию не чтобы знать историю о Христе. А чтобы видеть, где я не соответствую еще. Где у меня еще хромает. Где я еще не как Он. Моя цель позадневная это быть как Он. Стать как Он. Работать над собой больше. Исправлять себя. Каждый день. Подгонять себе. Быть больше похожее на Него. Вот почему мы считаем Библию. И почему мы ходим в церковь. Мы не ходим в церковь чтобы нам стало лекше. Мы не ходим в церковь чтобы полушить музу. Мы не ходим в церковь чтобы вдохновение полушить. Мы ходим в церковь чтобы меняться в образ Христа. Чтобы истина обликшила меня. Мы ходим в церковь для обликшения. Не для обликшения. Не для обликшения. Но для обликшения. Не для комфорта. Но для коррекции. для исправления мы ходим в церковь, не для поднятия настроения. А чтобы я мог видеть в его свете свет, чтобы я мог видеть, где я не соответствую еще, и чтобы я мог видеть, где я еще не такой, где я еще не похож на него, чтобы истина меня облегчила. Если вы ходите в церковь, и вы не, истина вас не облегчает, истина вас не догоняет, Не толкая слезам Вам ничего не облегчает Вам не хочется плакать, рыдать, каяться Вам не хочется меняться Это не церковь, вы ходите в клуб Если все хорошо Но ничего вас не облегчает Значит вы не ходите в церковь Потому что вы не видите истины Потому что истина его должна всегда Догнят вас Облегчат вас, что вы Где я еще не соответствовал Что я еще не такой Мне хочется еще больше напрягаться Если вас не напрягают в церковь, вы не в церковь ходите, вы в кино ходите. Он говорит, забывая задное, стремлюсь к совершенству. И говорит, всякое совершение, это думает так, забывая задное, стремлюсь. Сремление есть в новом завете. Сувершенство это не значит не совершать ошибку. Сувершенство означает стремление к веще пошести Христа. Сремление угодить Ему, стремление жить по Его правде, стремление познать Его. Падаю, спотекаюсь, но стаюсь, стремлюсь угодить Ему, стремлюсь познать, стремлюсь подобиться. Вот это стремление есть совершенство. Сувершенствуя верой. Сремляясь, мы совершенствуемся. Сувершенство это движение к Нему, к Его правде. Это не когда я уже приехал. И уже совершенный. Тогда я уже умер. Так это не есть понятие совершенства по Христу. И в Новом Завете. Филиппийцам 3, 13, 14. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И потом дальше он пишет, всякие совершенные мысли так. Всякие совершенные, вот так даже мысли, стремиться постоянно. Это и есть совершенство. Будьте совершенны, как отец вашей. Это значит, стремитесь быть, как отец вашей. Будьте совершенны. Стремитесь быть совершенными, как отец вашей небесной. Вот это и есть совершенство. В этом стремлении, в этом движении. Поэтому праведный падает, если мы ждем, и все равно праведный. Потому что он падает, стоит падает. Любовь к истине настолько важна, насколько высока у него. Это не стремление. Но это стремление. Но когда нету этого стремления, значит, нету любви к истине. Когда наоборот, мы уходим, стараемся вот сгладить, замять, вот так, значит, нету любви к истине. Тогда нету шанса вообще, Иисус в небесной попасть. Мы не хотим быть как он. Мы уходим от него. Мы уходим от его света. Прошимся от его света. Это то, что Адам и Ева сделали. Они спрятались от его света. Они не стремились свету его. Спрятались. Тогда ты уходишь. Ты удалаешься. Тогда ты теряешь благодать. Ты теряешь небо. Ты теряешь отношения с ним. А совершенство – это стремиться к отношению к ним. Даже с какой бы ценой ни было неудобств для тебя. Дальше. Совершать ошибки нормально для человека. Мы все склонны к неправильным суждениям и к совершению ошибок. Искренние люди могут ошибаться, но они никогда не попадают в заблуждение и лезть. Потому что когда они ошибаются, они сразу каются, признаются, отказываются и идут дальше. Потому что они стремятся. Но люди, которые не любят истину, они сразу не замечают. Все в порядке. И живут дальше, пока они не умрут. Пока они не попадут в погибель. Это дети погибли. Потому что они закрывают глаза на все, но ничего в смысле. И внезапно смерть приходит к нам. Дальше. Кто такой праведник? Когда люди имеют любовь к истине, то даже если они упадут, они встанут. Притча 24.16. Ибо семь раз упадет праведник и встанет. Если у человека есть любовь к истине, даже если он будет падать каждый день, он будет подниматься и идти дальше. Действие Духа Лести отличается от ошибки. Те, кто ошибаются, прислушиваются, думают, мыслят, смотрят со всех сторон и признаются, когда они неправы. Действие же Духа Лести лжи и обольщения просто так людей не касается. Но Бог допускает обман и ложь, чтобы они прошли посреди Его народа и те, у кого уже посеяно какое-то семя неправды, это услышали и отреагировали. Видите, если человек просто ошибся, он прислушивается. Ой, может быть, я нигде-то не прав? Прислушивается. Ой, может быть, я что-то неправильно делаю? Совесть его осуждает. Ой, может быть, он слушается совестью, он слушается голос Духа. Ой, может быть, где я так-не так? Где я не так? Читает Библию и спрашивает, а где я не так? позволяет Духу Святому работать над ним. Позволяет совести облечать его. Он прислушивается к Духу Святому с прежде всего, к совести прислушивается, к Слову Божьему, другим исправлениям. Он хочет жить по правде. Он сам ищет правду. Не то, что сейчас происходит, чтобы пронесло, чтобы, но проскочить, чтобы, это значит, человек не ищет истину, не ищет саму правду, не ищет облечения. Это значит, он не любит истину. А человек, который любит истину, совершает ошибки, пацану думает. А как мой поступок? Думает. А как мой поступок перед Богом? А как мой поступок принимается в свете истины? А это правильно или нет? И сразу видит, что неправильно. Сразу кается. Благодаря любви истину, он может кается. А человек, который смеет. Он не кайс, потому что он не замел. Главное, что никто не знал. Не ищет на. Главное, что никто не знал. Что вы, неу, что никто не знал. Он дорожит, он вешит, он дорожит, все бья. Ибнение людях, бороше, чем саму исси, не ржеве, никто не знал. Человек, который любит истину, он только совершит, а шип, он меслет. Он меслет. он позволяет критичное место к себе. Он критикует себя. Он критикует, он позволяет, он допускает, что может я не прав? Может быть в чем-то я не прав? Может быть я должен не затыкаться? Поэтому написано, что мы все грешные. Кто говорит, что у него нет греха, тот лжет. И правды нет в нем. Он уже не любит правду, потому что он говорит, что истины нет. И истины нет в нем. Потому что он не признается, он уже не любит истину. Но тот, кто любит истину, он признается в себе, самому Богу. И он может видеть. Потому что он любит истину, он свет. И свет позволяет ему видеть, что у него не так. Если он любит истину, ошибается, он смотрит со всех сторон. А так, может быть вот так, неправильно? Может быть так, неправильно. Он не стоит, но тупо на своей позиции, что я всегда прав. Может быть так. А может быть так? Может быть я не так, может быть так, не понял. Может быть так не смотрю, может быть так. Он позволяет Богу со всей сторон его испытывать. Он испытывает себя, чтобы не был испытан. Человек, который любит правду, признается. Признается, может быть не человеку, но Богу признается. Признается себе, что я не прав здесь. И благодаря этому получает милость и прощение. Но мы уже считали эту страну сюда. Теперь на этом хочу сделать как утро. Утром мы имели иллюстрацию с помощью пастора Леси. Сейчас будет другая иллюстрация. Я хочу попросить команда из Днепепотроцка выйти сюда ко мне. Вы поймете почему скоро. Все эти люди имеют что-то общее. это не только в том, что они из одной из одной церкви. И это не потому, что они из одного города. У них еще есть что-то еще общее. Они все из моей домашней группы. И раз они из моей домашней группы, они систематически не осознавали из-за того, что это живет в нас всех. И в них в том числе. Именно отсутствие любви к истине. И не потому, что они не любят Бога и не любят истину. А из-за того, что наша страна ну культура и общество ну и ураве общества ну то, что принято в обществе как это сказать оно сильнее и имеет больше влияние на них, чем царство чем света Евангелия чем любовь к истине они решили замять закрыть глаза на истину потому, что все так живут потому, что ну общество реальность общества и это наша беда мы не возвысили истину мы не поставили истину выше горе мы не поставили истину выше себя выше общества выше общественного мнения выше страны выше культуры выше себя мы они примеры Люди, которые компромиссируют с истиной Ради В угоду своего удобства И ради себя Удобства Они поставили удобство себе в вещи, чем истины Они поставили Приятное В общество Умраве и поступок В вещи, чем истины Если все делаются, значит истина Не имеет значения, значит никто не видит Значит Бог не видит, значит Бог слепой Если все так делаются Значит истина теряет силу Значит большинство права Если мне неудобно Значит истина теряет силу Мое удобство важнее Если мне выгодно Значит мое выгодно, если не истина Значит истина уже не имеет значения в данный момент Когда будет мне угодно Тогда истина будет иметь значение Когда все согласится Тогда истина будет иметь значение А когда истина неудобна Или истина непопулярна тогда мы подгоняемся под ситуацию, которая нам нужна в данный момент. Вы понимаете меня или нет? Они не жили, как я говорил в предыдущем, вот эти стадии, что постоянно ходить, каждый местный, каждый поступок прислушиваться к совести. Правильно ли я делаю? Если бы они вот так любили истину, что каждый местный, каждый поступок прислушиваться, они бы услышали Духа Святого и голос совести. Они вот так не дорожились перед истиной. Они не трепетали, не трепетали перед истиной. Истина это не такой авторитет, чтобы трепетать перед ней, для них. Истина это абстрактное понятие, это где-то там. Но Бог все поймет. Нету стандарта истины, железной, абсолютной. Они не ходили, думаю, может быть сегодня, когда мы молимся, каждый день мы должны каяться вообще-то. Кто-то здесь наркоман. Какой-то здесь человек колется. И уже у тебя проблема. Ты не только колется, ты уже заразился. Ты что-то заразил себе. И если будет покаяние, он был верующим, каялся, и падая, каялся, и срываясь. Бог сейчас исцелает именем Иисуса. Мы запрещаем эту проблему и восстанавливаем Господа, просим милости для этого человека. Слушайте, где он? Кто убрал то, что я считаю? Они не думали, не постоянно, когда мы молимся, надо постоянно думать, экзаменовать себе, что я неправильно делал с утра, что я неправильно делал целый день. И каяться, каждый день нам надо каяться. Кто-то говорит, не надо каяться. Каждую минуту надо каяться. Надо постоянно прислушиваться совести. И постоянно просить прощения. Каяться. Да, это человек, который любит истину. Не в том, что ты ходишь в страхе, паникает. Нет, ты просто хочешь угодить Богу. Ты хочешь ходить в истину. Если бы они вот так жили, они бы не стояли здесь сегодня. Если бы они постоянно бы мыслили, критиковали, испытывали бы себя, они бы уже знали, что так нельзя поступать, как они поступали. Они не смотрели со всех сторон. Это же мы же обманываем пастора, мы же обманываем Бога, Бог же это видит. Со всех сторон они не критиковали, не смотрели на эту ситуацию. И они, мало того, что они признавали себя или друг друга, они покрывали друг друга, главное, чтобы пастор не знал. Они думают, что это пастора не обманывал. Они думают, что это, ну, главное то, что никто не знает. И все. То есть истина не авторитет. Вот их пастор, это пастор реабилитационного центра, и пастор этих ребят, и пастор со всеми своими людьми, не уважают истины до такой степени, чтобы знать даже, что они, что-то они делали неправильно. Пастор Паша, Павел, да? Хорошо. Расскажи нам, в чем проблема, почему я вывел вас. Ну, потому что мы... Громче микрофон, сделайте его громче. Или монитор, сделайте его громче, или ты ближе микрофон куру. Пастор нас вызвал, потому что мы... Ну, я покрывал вещи, мы списывали друг у друга какие-то домашние задания, основной как целью для меня было, чтобы не вылететь из домашней группы. Сначала расскажи, что было. Ну, для того, что... Ну, когда не успевали... Есть ли Елена Анатольевна? Нет? Или координатор домашней группы? Или ты сделай тогда? А то вот начинаете... Вот видите, как рассказывает? Ты сначала расскажи, а потом он объяснит. Началось с того, что координатор домашней группы при проверке домашнего задания обнаружил, что два человека сдали идентичные работы. То есть просто поменяли фамилию и сдали одну работу на двоих. После того, как координатор начала выяснять, что же произошло, она позвонила обоим ребятам, и они попросили, ну, признались в том, что они просто... один человек взял работу у другого, поменял фамилию и просто сдал ее. И попросили, как это дело можно замять, как бы договориться, чтобы никто об этом не узнал. Когда пастор об этом узнал, то он на домашней группе поднял этот вопрос, и причем это все произошло после темы о любви к истине. Это было как раз домашнее задание по теме любовь к истине на домашней группе пастора. Вот. На домашней группе пастор поднял этот вопрос, он говорил, он вызвал этих двоих ребят, мы обсудили эту тему, но никто больше не вышел. Зато после этого на почту к пастору начало поступать много писем с покаянием о том, что оказывается, довольно многие другие люди тоже сдавали чужие работы. И вот это одна из команд, которая таким образом сдавала работы. Окей, теперь пастор, вам слово. Да, на домашней группе ребята, ну, произошел такой инцидент, и прям при нас вышли, ну, двое ребят обнаружили, что у них одинаковые работы, а двое ребят нашли в себе смелость, поднялись и вышли на покаяние, что они тоже признали, что их в тот же, ну, с той же домашней группы они были отчислены пасторем. И я находился тоже на этой домашней группе, но не нашел в себе силы, чтобы признаться, потому что понимал, ну, как, ну, страх, или что-то было важнее, страх был важнее, может быть, сильнее, чем истина, ну, для меня. Молодец, вот хорошая оценка, страх, неудобство, общественное мнение, на тот момент был важнее, чем истина, правильно, то есть, это и есть, вот хорошая оценка ситуации, и мы должны, это так просто не придет, это так просто не будет у нас, даже если мы это слушаем, это надо воспитывать себе, это не значит, что не совершить ошибку, но у них не ошибка, это система, ну, шпаргарку писать, вот переписывать, как можно в Сербии, домашней группе, пасара сандей, систематически, не делать работу, просто переписывать, просто поменять фамилию, одну работу, передавали друг другу, только меняли фамилию там, ну, как, в Сербии, значит, вообще Бога, ну, Бог не имеет значения, истина не имеет значения, вообще, стандарта нет, ну, все пройдет, все пронесет, мы так живем, уже дошло до, аж до святых, святых, для нас нету стандарта, нету, это самое, нету, это не грех, просто ошибка, я сейчас не осуждаю, грех, поймите меня, не об этом грехе я сейчас говорю, а об отношении к истине, ну, вы должны понять разницу, если бы они любили правду бы, они бы, сами охотно бы, ну, желали бы, ходили бы, каяться, просить прощения, исповедовать, ну, каяться в этом, исправить это, любовь истины, само, вот эта позиция, я говорю, не о том, что они переписывали, ладно, ну, что угодно может быть в жизни, но, если бы была любовь истина, люди бы поняли, осознали бы, что это против Бога, я же, это, это намного серьезнее, чем само действие, не действие, сейчас осуждаю, а отношение сердца, вообще, расположение, отношение к истине, как позиция души и сердца, вы улавливаете меня, пастор, ага, говори, говори, ну, ну, получается, я сам списывал, и покрывал, ну, остальных, когда списывали, считая, что самая важная цель, это не вылететь из домашней группы, пастор, они думают, что самая важная цель, не выбить из домашней группы, пастора, но кому это нужно? Зачем нам нужна домашняя группа? Домашняя группа нужна для сформирования креста в тебе, а ты отрекаешься от креста, чтобы быть в форме, ты выбег, ну, Иисус есть истина, Он говорит, ну, я есть жизнь, будь и истина, Он есть истина, ты уничтожаешь истину, чтобы оставаться в форме, содержание, оставаться в домашней группе, при этом идешь в ад, оставаться в домашней группе, при этом, ты знаешь, что ты не там, я не понимаю, если вы понимаете, то, что я говорю, оставаться в домашней группе, это не цель, домашняя группа, это форма, которая помогает тебе уподобиться Христу, которая ведет тебя жить по истине, Вы знаете, я постоянно удивляюсь, я лично. Почему мы даем столько домашних заданий на домашние группы? Три книги должны считать в месяц. Столько работ. И не меняются. А я-то знаю, что я считал эти книги один раз, один месяц. Просто три книги. Я уже меняюсь. Я считаю книгу одну. И через десять лет я могу вам рассказать, в какой странице что находится. Это меняет меня координарно. А эти, считаю, получают домашние задания, не меняются. Потому что мы галочку ставим. Даже те, которые не переписывали. Мы не прорабатываем для изменения себя. Мы не прорабатываем эти книги, чтобы меня изменить. Мы знания накапливаем. Мы годно пишем экзамены для пасторасанды. Это же не сейл экзамен сдавать. А сформировать в вас качество такие, которые позволят вам быть лучше пасторасанды. Такой, как Христос. Изменить страну. Я послушаю, я думаю, чего? Люди не способны делать то, что я делаю. Если я им даю то, что у меня есть, у них нет такой результат. Потому что они не сформируют, не трудятся, чтобы формировались в миг те ценности, которые в этой книге. А как я делаю, если мне что-то нужно знать, я иду в уединение. Не только считаю книгу в течение недели. Я отказываю вас кушать. Пив только вадим минимально. Чтобы концентрация моя была максимально приделена. Чтобы читать эту книгу так, чтобы она вошла в каждой моей клетке. Чтобы я даже не расслабила мою плоть. И вот я так слушаю про праведу. И я об этом рассказываю вам. И я жил в илузии 15-20 лет. Думая, что моя церковь меня знает. И она подражает мне. Я жив в обмане, фальше. Ну, и умираю. Убиваю себя, находя новые материалы, откровения. Стараюсь новые пути, способы. Как донести. Оказывается, мы все дурим. Мы дурим друг друга. А я думаю, почему не получаешь меня, что мне еще дело, можно молиться. Оказывается, мы живем неправдой. Это то же самое, что медицинский студент, студент мединститута, который переписывает, или не дает на экзамен, он потом становится вращаем. Он станет убийцем. Он не станет вращаем. Он не станет специалистом класса. Так же. Вы не станете реформатором. Вы не станете успешным пастором. Вы не станете помазанником на спонастаяшему. Вы будете восмушаться, почему церковь не растет. Почему нет успеха? Потому что вы не создали в себе успех внутри по правде. Вы не строили, вы не заложили фундамент. Вы не создали у себя истину. О, Господи! Это же для нас. Это то, что сформирует нас, кем мы становимся. Добросовестно. Все дело добросовестно. Это для меня. Это есть любовь истины. Все дело как для Господа. Не важно. Кто-то там есть, кто-то нету там, кто-то видит, не видит. Сделать все, как будто все для Господа. Это то, что сформирует мои внутренние качества, которые никто не видит. И только насчет этого потом приходит внешний успех, который все видят. Это же не для меня домашнее задание. И экзамены, и лидерские. Вы меня ведете с Украины, потому что я однажды просто развернулся и сказал, что бесполезно с этим народом. Просто какие-то... Как можно? Это же не ради меня. Это нужно было для них. Вы думаете, что они единственные? У меня, я в домашней группе, кто-то переписывает. Завтра или поздно, я еще другой коллектив выведу для вас. Седжи туре. Вот так живут. Я хочу с легкими начинать, потом мы дойдем до того, что творится в системе государства, в которой мне девушка написала письмо. Как мы можем изменить эту страну, если мы сами такие же, как они? Кто-то еще лучше сказать из вас? Я хотел сказать о том, что действительно я понял, то, что, ну, как я, это как сижу на троне, а не истина. Ну, проанализировав определенные свои действия, я понял к тому, что действительно, как говорил пастор Павел, то, что самое важное, это как дойти, как выполнить определенную цель. Потому что из-за того, что, как была сильная большая нагрузка в общественной деятельности, там, и я как, ну, потом искал выход. Вот мы думаем, допустим, что выбивать из группы позорнее, чем не поступить по истине. Но наоборот, выбивать из группы это позорнее перед людьми. Но не поступать по истине позорно перед небом. А если небо не засидит дома, напрасно трудятся строители. Если Бог не стражит, не охраняет города, стражит, напрасно трудятся. Я должен прежде всего стремиться угодить небо. Угодить небо. Да, будет ошибка у меня, я буду падать. Но Бог видит в моем сердце, что я хочу угодить ему прежде всего. не поступить по истине, позорнее, чем выбить. Лучше я буду выбивать из группы, позориться, лучше я буду краснеть, лучше меня выгонять, но я почувствую боль, и эта боль поможет мне работать над собой, измениться, сформировать другие качать во мне. Но избегая боли, не выбивая из группы. Я живу в иллюзии, и самообману, что у меня все в порядке. И все мои недостатки, ну, ищели, или как это, дырки, которые у меня есть в характере, никто не видит. Я заглажу во все. Ну, они-то есть. Но если бы я выбил бы, я бы не выбивал ça, я бы помнил эту боль, и я бы пошел и работал бы над своими дырками, я бы задел бы эти дырки, а потом поступил бы, измененным. А так не изменился. Делаю вид, что все в порядке, а потом выхожу на фронт, или на сражение, и бас, попадаю, ну, 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 под миль, миль, мильный везде, мильный везде, мильный везде. Молодец, что ты это рассказываешь там, да, рассказываешь. Я хотел сказать о том, что начал искать легкого пути. Я как попал на домашнюю группу пастыря, это в 2010 году, и выполнял задания, то я максимально вылаживался, чтобы выполнить качественно задания. Чтобы было задание выполнить от 10 до 20 уроков, а я делал минимум 20, а то и больше, 26 уроков. И старался применять эти уроки на практике, в своей жизни. А в последний год больше 10 уроков и не выполнял, потому что очень много нагрузок с каждым годом прибавляется. И начал как бы, потерял ценность уже, как сама домашняя группа потеряла ценность для меня. И я как начал идти по легкому пути. Но, вообще, если человек, если ты, я, допустим, не могу допустить в своей голове идти по легкому пути или что-то делать недобросовестно, если ты это уже допустил и допускаешь, значит, у тебя есть система, в системе твоем заложено, что, ну, можно, можно обманывать, можно, ну, юлить, можно, ну, быть недобросовестным и ничего не будет, можно быть неправдой, можно жить неправдой, то есть, это значит, у тебя это живье внутри. А я могу допускать это, я все делаю на 100%, вот, кто меня знает. если я разговаривал с вами, я как будто, ну, замарал, ну, заразил, ну, я это делаю от всего сердца. Если я, ну, я не знаю, что угодно, я это делаю от всего, я всей душой делаю все. Не могу. То есть, вам надо уже просто, чтобы это было в вашей системе. Жить по истине, это значит, все делать всем сердцем, всей душой. Даже если я ошибаюсь, я это делаю тоже всем сердцем. Потому что я не хочу допускать, что-то делать не от всего сердца. Не добросовестно. Все делать от всего сердца. Все делать от всего сердца. Это должна быть система. Это и есть показатель любовь к истине. Все делать наилучшим образом. Это и есть любовь к истине. Люди, которые что-то могут делать, это они не любят истину, они не знают истину. Истина не на возвышенности у ней. Кто-то еще хотели сказать? Хочу сказать, что, слава Богу, что пастор начал проповедовать на тему любовь к истине. Почему? Потому что совесть, конечно, она же тебя обличала. И неизвестно, чем бы это закончилось, вот это успокоение своего личного... А потом вы начнете колется, потом вы начнете, ну, еще что-то делать, а потом все, пошло и поехало. Потому что уже все. Когда ты, ну, заглушил истину, ты заглушил себя, ты заглушил твой кислород. Да, и поэтому, слава Богу, что это сейчас произошло. Почему? Потому что дальше пути бы не было, это сто процентов. Потому что неправильные действия всегда приносят неправильный результат. Как бы ты ни выкручивался, ни петлял от этого, рано или поздно всегда бы пришел какой-то конец, но нехороший. Я хочу сказать, что мнение других людей и страх тоже не дало мне смелости подняться на домашней группе пастора Сандея и признаться, что я тоже так поступала. Я это сделала по электронной почте, извинилась перед пастором, попросила обращения, призналась, что тоже так поступала. Ну, для меня хороший такой урок, для меня это остался. Проходя сейчас такие вот, такие боли, лучше, как правильно пастор сказал, лучше бы вы вылетели из домашней группы, начали любить истину. Наверное, с этого момента мы начнем ее по-настоящему любить, я думаю, я больше чем уверена. Все, что хочу сказать. Спасибо, спасибо. Окей, это все, да, кто хочет сказать? Пастор, значит, скажите, дайте. Близий микрофон. Мы приехали уже к концу проповеди, второго служения, но уже за это время, я понимаю, что из-за того, что отсутствие любви к истине, она, во-первых, я также хочу покаяться перед Богом за то, что страх перед какими-то действиями радикальными, ну, страх был выше. Но как Бог может доверить нам государство Украины? Как Бог может доверять нам какие-то, там вообще давление более, намного более серьезные. Мы должны быть абсолютно бескомпромиссные. Тогда Бог может доверить нам что-то серьезное. Да, и потом еще последствия, которые, отсутствие любви к истине, то, что сегодня происходило здесь на сцене, что часто, когда тебя исправляют, ну, меня исправляли, то я больше чувствовал себя как жертвой, что мне казалось, что я хочу как лучше, вроде, а меня еще на меня наезжают. И, ну, жертвой, ну, как легче быть жертвой, чтобы проехать как-то какие-то вопросы. То есть, видите, как мы говорим, я хочу как лучше, то есть, любой ценой хочу как лучше. Убил человека, я хочу как лучше. Из насилова кого-то, я хочу как лучше. Для себя, я хочу как лучше. Для себя, не для царства. Не для истины. Я даже слышал, что маньяки сидят в тюрьме на пожизненной, и то они оправдываются. Потому что нет, любви к истине. Ага. Ну, и сегодня, как понял для себя, когда пастор сказал, что мы прочитали это место из Писания о всеоружии Божьем, и что первое из них истина, понял для себя то, что, ну, и пастор говорит, что это важно, потому что если не будет любви к истине, то тогда не будет всего остального. И я понял для себя, что истина, ну, познали они истину, истина сделала их свободными. И получается, что если я не люблю истину, не познал ее, то... И места не свободны. Я не свободен, а я зависим от своего обмана, какой-то себя любия. Ну, и на небо я бы вряд ли не попал бы. Спасибо. Дайте микрофон девушке. Марина Светаева, а что тут написано? Грех. Не, не, здесь написано Светаева неправильно. Светаева или что-то там пишет. Ну, вот Ирина. Русская сама и пишет вот так по-русски. А я думал, что тоже Светаева должна быть, но что-то так напуталось, что даже не произнесешь. Потому что поверхностность. Хочешь считать. Грех не в темноте, а в нежелании света. Эти слова принадлежат Марине Светаевой, русскому поэту, прозаику, переводчику. Грех не в том, что темнота есть. Ну, не в том, что мы иногда совершаем, понимаете, да? То есть грех не в грехе, не в поступок дела. О том, что мы не любим истины. Вы понимаете, что я говорю? То есть не поступок сейчас, мы заосуждаем. А ты не стремишься, ты не любишь истину. Грех не в темноте, а не в желании света. Ты не стремишься. Это то, что Иисус говорит. Ты не идешь ко свету, ты не жаждешь света. Вот в этом грехе. Видите, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет есть. Иисус есть свет. Он пришел в нашу жизнь. А мы как? Вот в этом грехе. За мять, за мять, за темнеть, чтобы не видели. Вот мы как мы живем в отме. За мять, за темнеть, за глади. За темнеть, мы стремимся к ми деть тьме. Мы не желаем свет уйти. Мы восстановили тьму, неужели свет, потому что дела их злее. Поэтому дела сне, потому что мы стремимся к тьму и дела вот такие. Ибо всякие делающие злые, ненавидят свет, потому что ты не стремишься к свету. И не идешь, видите, не идешь к свету. Не идешь к свету. Не идешь. Тебя не манит свет, тебя манит вот так вот. Чтобы не облечились дела его, потому что они злее. А поступающие по правде, идете к свету, видите. Поэтому не поступки только важны. Если ты идешь к свету, ты всегда этот свет освещает тебя. Дабы явные были дела его. Даже если он неправильно делал, но он идет к свету, пускай они выезжают. Пускай они были явные. Зато я покаюсь. Зато Господь меня освободит от этого. Да. Иоанна 3 глава с 19 по 21 стихи. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякие, делающие злое, ненавидят свет и не идут к свету, чтобы не отличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Любовь к истине потребует заплатить цену. Любовь к истине. Если мы любим истину, это постоянная цена, друзья мои. Это постоянная цена. Это постоянная жертва для плоти. Это постоянная жертва в разных формах. Истина для нас стоит дешево. Но, к сожалению, истина ничего не стоит для нас. Мы можем защищать все, только не истина. И мы компромиссируем в первую очередь истину. Мы не любим истину настолько, чтобы быть готовым пострадать, остаться в меньшинстве, оказаться белой вороной. Если это истина, мы должны стоять в ней до конца, а не съезжать и не искать обходных путей. Притчи, 24 глава, 23-25 стихи. Сказано также мудрыми. Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. То есть, да, ты говоришь то, что не правду, и есть наказание. Даша. Пример. Один плюс один равняется два. Это непреложная истина. Если ученик знает, что один плюс один – два... Почему бояться истины? Если ты любишь истину, тебя нет чего вообще бояться. Напишите для себя или запомните. Страх есть доказательства отсутствия любви. Любой страх. Всякий страх есть доказательства отсутствия любви к истине. Вот, если у вас чего-то боитесь вообще, что люди подумают, что люди скажут, а вдруг это уже доказательства любви к истине. А мы отсутствием, но доказательства, что нет любви к истине. Потому что ты то, чего ты боишься, ты сенишь, ты вещи поставил, чем истина. Но если ты истину боишься, или уважаешь, посчитай истину, все остальное приходит под. Это истина. Если ты тогда ничего не боишься, ты ходишь в мир. Страх есть доказательства отсутствия любви к истине. Если ученик знает, что один плюс один равняется два, то он уверен в это... что один плюс один, два, я правильно поступаю. Не имеет значения, что кто думает, как за мной поступать. Я правильно поступаю. Иисус говорит, что чего вы боитесь человека, который убьет ваше тело? Когда вы должны бояться Бога, который может и тело, и душу убить. Поэтому я Бог знаю, что я Ему угождаю. А зачем мне человека бояться, который не... Ну... Я знаю, что Бог видит, что я правильно иду перед Ним. Один плюс один, два. Вот он истина. Он веще степени истины. Ничего не можем делать против истины. Только за истину. Один плюс один, два. Я так праведный смел, как лев. Но я стараюсь. Не по делам праведным, а по моим стараниям. И Бог свидетел. Один плюс один, два. Не может быть три. Всегда я буду прав. Мои позиции всегда... Я буду оправдан, рано или поздно. Потому что я поступил по один плюс один, два. Не может быть наши. То есть один плюс один, два. Это значит, что... То, как Бог сказал, поступаю так, равно тот результат, который Бог сказал, что будет. Но если для тебя один плюс один, иногда два. Иногда три. Иногда четыре. Один плюс один, иногда в шесть. Ну, по ситуации надо смотреть. Тогда ты не живешь по истине. Но если твоя совесть, твое, ну, исповедание, всегда есть то, как ты думаешь, то, как ты понимаешь, то, как оно есть, один плюс один, то, как два, тебе не шоу боятся. Но если ты думаешь, один плюс один, то ты в этой компании. Два, как ты в сервис. Но когда дом, то, как ты думаешь, то, как оно может быть три. А когда мы работаем, то, как я вижу, один плюс один. Тогда, о, ты будешь бояться, и там будешь бояться, и там будешь бояться. Ты раб срака. Потому что ты не стабильный, ты не посвященный, истинный. Истина не исполни авторитет для тебя, окончательный приговор. Один плюс один, два. Что хотите со мной, то и делайте. Убейте меня, уничтожите один плюс один, два. И я стою на стороне. Один плюс один, два истина. Это есть истина. Все, что хотите. Я все равно истина. На стороне истины. Убейте, я воскрешусь, потому что один плюс один, два. Если ученик знает, что один плюс один равняется два, то он уверен в этом, несмотря на то, как он одет, каково его материальное положение, какова реакция окружающих. Даже если над ним будет смеяться и издеваться весь мир, не имеет значения. Человек делает то, что нужно, и в итоге он выигрывает. Он победитель, какая бы ни была сейчас ситуация. Когда придет учитель, все встанет на свои места. Учитель Бог, у него последнее слово. Если мы с вами знаем, что у Бога последнее слово, я никогда не потеряю. Я угождаю ему, никогда не буду проигрыша. У него последнее слово. То, что скажут остальные, это вообще не имеет значения, потому что не у них последнее слово. У него последнее слово, а я на его стороне. Все. Если я на его стороне, он всегда будет меня оправдывать. Поэтому я всегда лучше буду на его стороне, на стороне истины. Всегда есть оправдание. А у остальных, они сегодня так думают, завтра так думают, у них они не есть последняя инстанция, а он есть последняя инстанция. Дальше. Пример. Отец Александр Мень. Православного священника в России убили только за то, что он говорил правду. Он не хотел идти против истины. И отдал жизнь. Насколько мы с вами готовы отдать жизнь, только чтобы не идти на компромисс истины. Напугали тебя, и ты перестал проповедовать. Напугали тебя, и ты перестал свидетельствовать. Напугали тебя, и ты перешел, и спасал свободу в другую какую-то церковь. Напугали тебя, шум какой-то потолевожил, уже все, подпольный вершин, я уже в этой церкви. Нету любви к истине. Православного священника в России убили только за то, что он говорил правду, неудобные для кого-то вещи. Ценой своей жизни он заплатил за истину. Притчи 28-23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Если истина может вызвать скандал, лучше допустить скандал, чем отрицать истину. Григорий Великий. Пример пастора Сандея. Он уверен, что его дело правое. Спасать наркоманов, поднимать лидеров, бизнесменов. Бог свидетель в том, что сердце пастора соответствует тому, что он делает и говорит. Бог знает все упреки в адрес пастора, все его несовершенства и недостатки. Но то, что он на 100% живет для него, желает добра людям, в этом нет сомнения. Пастор ходит перед ним. И поэтому, несмотря на то, что я совершал другие ошибки где-то, совершал грех где-то, но Бог-то видит, что мое желание, я могу его проставлять. Дивить так, но. И поэтому все равно, что будет. Потому что он-то видит, в мое сердце, что я стремлюсь к этой истине. Так что я не говорю о том, что вы будете прямо, но стремитесь к чему, к чему вы любите. Истину или просто вот так, красивую жизнь. Пастор ходит перед ним. И он точно знает, что у него одно желание угодить ему. Примеры. Джордану Бруно. И все-таки она вертится. Пример Яна Гуса. Примеры героев книги фаната Иисуса. Пастор Сандей в Украине. Его считают сектантом, который принес чуждую религию, продвижение которой в стране нужно остановить. Мне все равно, что думают. Почему? Бог-то знает, он же в последней инстанции. Один плюс один, два. Я делаю благое дело. Я это знаю. Бог это знает. Один плюс один, два. Как бы кто ни думает. Пускай другие свои мнения. Зачем это на меня должно влиять? Я-то знаю, что у Азайна один плюс один равно два. И я так же считаю один плюс один, два. Все. Он рассудил, он учитель. У него по себе инстанция. У него истина. Не у эти все. Зачем мне прислушиваться за то, что они говорят? Он-то знает меня. Он-то знает, что я делал, почему. Он-то знает, что это нормальная церковь, что мы спасаем людей. Зачем мне тогда беспокоиться и слушаться, что телевизор говорит передачу какую-то. Ну, отвлекаться. Зачем? Когда я уже знаю правду, истину. Вот почему я не боюсь. Вот почему я не боюсь смерти. Убью, не убью. Какая разница? Я тоже, но для вас еще права. Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права, сказал, истинным мерилом человека является не позиция, которую он занимает во времена комфортности и удобства, а твердость, которую он проявляет во времена вызовов и противоречий. Именно вызовы, противоречия, атаки проверяют, насколько вы посвящены истине. Насколько ты любишь истину, испытание питает это. Испытание открывает, насколько ты посвящен истине или нет. Когда все хорошо, конечно, все могут быть посвящены истине. А когда тяжело, где экзамены сдают. Причем сознательно, истинно сознательно занимает место и позицию, которая непопулярная, которая опасная, которая, ну, смертельно даже, сознательно идет на это, потому что он посвящен истине. Но ее нужно занять, потому что она правильная. В чем же отличие правды от истины? Определение истины. Истина – это абсолют. Это то, что не подлежит обсуждению. Истина – это то, что всегда соответствует позиции Бога, Божьей точки зрения. Что же является правдой? Утверждение. Верующему нельзя курить, курить плохо – это правда, но это не является истиной. Если человек курит, это вредно для его здоровья, но от этого не зависит спасение человека. Не написано, что курящий Царство Божьего не наследует. Пример. Жена не может простить своего бывшего мужа, потому что он ее обидел. Факт того, что он ее обидел, он виноват, это правда, но не истина, потому что Бог готов простить даже самого отъявленного грешника. Раз Бог заповедал прощать людей, нужно прощать их независимо от тяжести их простых. Чтобы он не делал истина, не в том, что он обидел тебя, да, это правда, но есть правда, которая выше, той правды. Прощайте, и прощено будет вам, это уже истина. Истина, тогда тебе придется, надо неудобным, не обидным, не обидным чувствам, мне нужно слышать не правду, то, что он обидел меня, а истина, которая выше, чем той реальности, что он меня обидел. Оно выше, я должен посвятить себе истины, чтобы не обижаться и простить его только не потому, что он не обидел меня, он обидел, а потому, что Бог сказал, и я посвящен истины, и я должен убедиться в том, что я поступил как Бог, потому, что я люблю истины. И закрой глаза на мои боли, закрой глаза на обиды и прости обидшего. Я не знаю, а уловили или нет? Если поступить по правде, то мы все заслуживаем того, чтобы Бог нас уничтожил и послал в ад. Но истина заключается в том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Допустим, молодой человек изнасиловала девушку, и она говорит, я его не прошу, я никогда не прошу, я никогда не могу, слушай, а это правда, что он изнасиловала? Да. Это правда, что Ейбона? Да. Это правда, что он неправильно сделал? Да. Но есть вещея правда, которую Бог говорит, она должна не держа зла, простить. И ей надо отказаться от своей боли, не отказаться, но смириться с истиной Божией и простить даже насильника. Тогда она достойна спасения и сасвобожия. Но если она будет держаться со своей правой, то, то, что он не обидел, то, что он не обидел, то, что он не насиловал, а если Бог его не накажет, а если он гуляет дальше, твоя штука проблема. Бог разберется с ним, доверяйся Богу, полюби истину достаточно, чтобы довериться истине, судьбу этого вопроса. Прости, и тогда ты будешь в мире самим собой, с Богом, и тогда Бог сможет прийти в эту ситуацию и разобраться с этим насильником. Но когда ты держишься за свою правду, тогда ты будешь своей головой выпутаться с этого дела. Иоанна 1, 17. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Борьба каждого человека. Когда Бог говорит, наше мнение должно уйти на второй план. Его мнение должно стать законом и постановлением для каждого человека. Не важно, что я чувствую при этом. Не важно, что я чувствую при этом. Не важно, как мне больно при этом. Если Бог говорит, все. мое чувство, мое мнение и приходит на второй план. Мы должны поступать не по правде, а по истине. Нужно поставить истину превыше своей позиции, мнений и чувств. С истиной не спорят, с ней нужно только смириться. У нас не должно быть свое мнение, если есть мнение Бога. И нам любой ценой нужно смириться с истиной и не доказывать свою правду в отношении других людей. С людьми нужно поступать так, как поступил бы Иисус. Как же доносить истину миру? Пример. На предприятиях Укаины все пишут липовые отчеты. Как с этим быть? Если приходить и указывать людям на то, что они все делают неправильно, что они все грешники, это осуждение и превозношение, а это грех гордости. Человек начинает думать, что он борется за правду. Если мы воздвигаем баррикады, то становимся мишенью. Если говорить людям абсолютно неготовым к этому, то нужно быть готовым к тому, что в вас начнут стрелять. Слово Божье действует как меч. Не надо поступать немудро. Допустим, вот мне кто-то пишет, допустим, и говорит, на предприятии Украины, где сестра наша Лена есть, все пишут липовый отчет, липовый это самое, и все должны так сделать. А ты приходишь и говори, и они говорят, это маленького человека, ну, давай, расскажи эту проблему, с чем ты сталкивался. Ну, не секрет, кто работает на государственных работах, если вы в системе, какая-то должность у вас есть, и вы государственная работа, то каждый день, например, учителя, врачи, милиция, фабрики, заводы, другие системы, они, у них есть план, и люди как бы должны дать этот план каждый день, и этот план спускается сверху, но все знают, что его выполнить невозможно, то есть он там еще составлен в каких-то 60-х, 50-х годах, и он абсолютно как бы неприемлем для этих условий, которые мы сейчас работаем, и, конечно, все пишут липу в основном, то есть, выдумываются какие-то факты, например, милиция, она открывает уголовные дела на невиновных людей, потому что им надо отчитаться, начальники собирают 5-минутки и говорят, что вы работаете только ради этого, все остальное не имеет значения, врачи тоже дают эту статистику, там меньше проверяют, поэтому огромная липа она пишется, и чем больше чиновник, тем больше липы он пишет, потому что вся липа от простых людей, работающих на этих предприятиях, стекается дальше, допустим, главврач, далее, 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 и это все идет на уровень наших министерств и дальше кабинета министров, в принципе, это знают все, все так живут, я уже работаю 12 лет в этом, почему я так заявляю, потому что у меня берут больничные листы, много людей разных профессий, и, ну, как бы я спрашиваю, это то же самое везде, абсолютно, то есть условия ужаснейшие, как люди работают, но вот этот рабский менталитет, что меня уволят, и, ну, там, не будет кушать моим детям, люди не могут уволиться, люди не могут возвысить голос против начальника пойти, то есть, ну, абсолютно все, что, круговая порука, абсолютно, ты не хочешь писать, мы тебя увольняем, все, то есть, и люди покрывают друг друга, и чем чиновник больше, тем более, ну, как бы эта круговая порука еще сильнее, и, конечно, ну, в принципе, вы все это знаете, все, кто работает на государственных предприятиях, а вообще это такая проблема огромнейшая на Украине, именно, действительно, пастор спрашивает, как вы не видите истину, а потому что мы столько времени с детского сада, мы живем во лжи, даже когда люди приходят в церковь, они видят только два часа, допустим, в день, когда идет служение, воскресенье, четверг, истину они слышат, а потом они выходят за стены церкви, и 24 часа в сутки по понятиям они живут, их окружают тысячи людей, сотни, которые, ну, поступают именно вот по понятиям, например, мы выходим, да, мы идем в магазин, нас обвешивают, все это знают, что ввешивают, или мы садимся в трамвай или троллейбус, и сам кондуктор дает талончик и говорит, вы можете не компенсировать, потому что проверки не будет, то есть это везде настолько, ну, и ты уже думаешь, что это истина, то есть истина, мы знаем, что есть какие-то законы, есть, ну, их надо соблюдать, но на каждом шагу их не соблюдает никто вообще, и если вот, особенно государственные предприятия, это такой ад, это нужно настолько быть утвержденным человеком, если вы хотите менять что-то, и вы хотите стать, то есть, ну, сразу же идет огромная конфронтация, вы приходите, да, после института, допустим, на какое-то предприятие, вас ставят определенные рамки, условия, и вы, если вы хотите быть христианином, я пастору писала даже в 2009 году, что мне там все равно, там пастор, какой я церкви, и мне там, ну, какие-то вещи, для меня, ну, настолько, я знаю цену просто, я знаю цену, что такое остаться верующим, даже живя у нас в стране, занимая какую-то должность, каждый день, ну, до 20, 30, каждый день, представляете, ну, каких-то вещей, когда, не то, что вы там думаете, идти ли вам на компромисс, вас давят просто, вас конкретно давят, говорит, подпишите, вы не хотите, будет скандал, опять, это этот скандал, тот скандал, вас постоянно вызывают, вас издеваются, вас дергают, и это просто, ну, это, и действительно, это настолько наша страна в этом всем погрязла, что люди, которые вокруг, они не понимают, они смотрятся, человек является праведником, говорят, ты в психушке, ты сумасшедший, это же ни к чему не приведет, посмотри, все так живут, ты же не пробьешься, ты никогда не займешь никакую должность, тебя в конце концов уволят, то есть, это колоссально огромнейшее давление, огромнейшее, и, конечно, чтобы это противостоять, то есть, то, что я послушала в церкви, да, списывают работы, какие-то вещи есть, если мы, ну, как верующие, мы не изменимся, ну, вот здесь в церкви, то есть, мы действительно, мы не поймем, кто мы, мы никогда не изменим эту страну, это невозможно, молитва ее не изменит, то есть, какие-то там, может быть, благотворительные дела, если мы, ну, потому что неверующие, они же смотрят, как мы поступаем, если мы сами такие же, как они, то есть, они уже, ну, давно тогда махнули рукой, и нам нужно действительно, это то, что вот пастор, как пастор Сандей, И нужно быть таковым, вот книга пророка Даниила, очень хорошо ее изучите, просто там очень сильнейшее откровение, почему Данил стал вторым человеком в государстве, и он не пошел на компромисс со своей верой, и Бог очень сильного поднял, но он заплатил колоссальную цену, и, конечно, ему угрожали, ну, он чуть не умер. И то, что я вижу, если идти, вот даже в Украине, занимать какие-то должности верующим людям, у меня всегда был вопрос, я даже как-то пастыр Бойся сдавала, почему в нашей церкви так мало милиционеров, почему нет директоров государственных, я имею в виду, потому что люди приходят, они каются, и говорят, создавайте свои частные предприятия, то есть люди увольняются сразу с работы, потому что так легче. Что такое проработать, проработать в этой системе, а зачем работать? Это же призвание, как мы можем изменить страну, как можно ее изменить, если ты не являешься врачом, или ты в милиции, ты сразу увольняешься, или ты не учитель, ну, какие-то, то есть нам же надо там быть в этой сфере, чтобы светить. А настолько жесткие условия, что человек сразу, он понимает, он покаялся, либо его убьют, ну, или он будет так конфронтировать, либо ему надо уволиться, а чтобы стоять, это надо такой стержень иметь внутри, такую силу воли, и просто благодать от Бога, и знать Бога, знать Слово очень сильно. И у меня всегда был такой вопрос, почему так мало людей, вот именно с государственных структур церкви, посольства Божьей, которые достигли какого-то уровня. Ну, я думаю, что это есть ответ. А на самом деле, как мы можем изменить страну? Нам надо идти в эти сферы. Нам надо идти, нам, что значит молиться за милицию? Мы молимся уже 10 лет, 20 лет за нее, и вы видите, какие беззакония там процветают, и в любой другой сфере то же самое. А чтобы являть это, ну, нужно пойти человеку, даже изменить эту систему, я думала, ну, как эти липовые отчеты? Это должен быть человек уровня министерства. Ну, нельзя туда зайти даже с уровня общественного совета. То, что даже мы делаем, ну, я буду говорить, как я вижу, общественные советы и, ну, общественные организации, мы занимаемся благотворительностью в основном. Но никогда ни одной организации не скажут истинное положение дел, что творится в этом министерстве. Никогда. То есть, ну, какие-то вопросы единичные мы решаем, какие-то там жалобы мы рассматриваем. Но саму систему такую серьезную, которая ломает личность, ломает человека, который давит, который угрожает, ну, это нигде не афишируется. То есть, это все так делают, все это знают, именно на уровне начальств, но это не афишируется и никогда не скажут общественности или еще чему-то. Нам надо войти в эти структуры, нам надо подняться и нужно войти в эти министерства именно, ну, с профессий вот этих вот, именно с государственных структур. Только тогда мы можем изменить страну, а, конечно, нам нужно меняться самим. То есть, это очень серьезные вещи, которые сейчас здесь поднимаются. И поэтому Украина, у меня тоже был такой вопрос, почему мы церкви посольства Божьей 20 лет, мы столько молимся. Почему в некоторых сферах стало еще хуже, как бы Иисус же должен прийти туда, должна быть реформация. Ну, правда, мы же 20 лет назад об этом говорили. Должно быть лучше, должно быть, а становится все хуже. Но там огромнейшая тьма, огромнейшая тьма, потому что верующие люди, они туда не идут. И они не могут, а если они туда идут, они, система их ломает, в основном, я знаю просто. Я спрашивала, потому что у меня были всегда такие вопросы, я знаю цену, которую мне надо платить, чтобы остаться там праведником. Я спрашивала своих друзей даже, которые ходят в эту церковь, они ходят на ночные молитвы. И они мне говорили, мы подписываем все, потому что эта система нас уволит. А как мы можем, как мы можем это поломать или что мы можем сделать? И я просто поняла, что в большинстве случаев, наверное, эта система, она ломает верующих людей. И люди становятся такими же там. То есть, в церкви они другие, то есть, это двойная жизнь получается. Но нам нужно полностью это изменить и нужно поменяться, конечно. Если мы хотим реформировать страну, нам надо быть таким, как пастор Сундей. И не секрет, что чем человек выше рангом, больше, конечно, он рискует жизнью, я скажу честно. Он рискует жизнью, потому что очень много интересов завязано, там очень много разных вещей. То есть, беззаконие такого уровня с деньгами достигли в Украине, со всеми этими покрывательствами. Что понятно, если человек, допустим, даже кто-то кается, ему говоришь, там, ходить в церковь или что, он говорит, ты что, у меня семья, у меня дети. То есть, ну, меня же убьют. Просто реально убьют. И подняться нам, да, до таких вот сфер, ну, вот уровня. И это, конечно, риск и жизнью со всеми. Это надо быть полностью мертвым человеком. Это надо, как миссионерство, в арабский мир поехать. Вот, не надо в арабский мир. Надо пойти в милицию работать, да, и стать каким-то там начальником или еще куда-то. Это правда. То есть, то, что я рассказываю, это чистая правда. Вот, но иногда очень большой отрыв от церкви, то есть, мы как бы в своем, мы хотя и идем вот последнее время, даже через эти общественные советы, но многие люди не представляют или они представляют, что творится в стране, но они не говорят об этом. Это огромный отрыв, это просто, ну, это тьма действительно. И нам нужно, ну, менять это. А чтобы менять, это нужно, ну, умереть для себя и брать ответственность, брать, идти в эти профессии, заканчивать институты, являть там Христа, подниматься до каких-то должностей, которые реально на что-то влияют, должность являют. Они могут что-то менять. Тогда мы можем изменить эту страну. Спасибо. Ты так же сказал, что люди, есть такая тоже практика, что люди собирают деньги или взятки и дают, от вещи, 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 вещи дают. Да, это тоже не секрет. Кто работает на государственных работах, в большинстве случаев, я знаю, у нас так делают, это просто, ну, настолько рабский менталитет, что милиция, врачи, не знаю, как учителя, милиция, врачи, точно, да, заводы. То есть люди, даже они рабы там, они получают несчастные тысячу, две тысячи гривен, и все равно такой рабский менталитет, чтобы не потерять работу, начальник назначает таксу какую-то, и люди любой должности, они собирают эти деньги, представляете, с этой зарплаты. И несут вышестоящему начальнику, а он несет еще вышестоящему начальнику, очень сильно в милиции это развито, очень сильно, и у врачей определенных профессий очень сильно развито. И это, я знала, что у нас носили и в КМДА, там, ну, это еще пару лет назад, и, ну, это везде, это до уровня, там, кабинета министров это все идет, это взятки, да, это, и поэтому очень легко такими людьми руководить. Вы понимаете, что даже люди боятся, там, к Богу прийти в церковь, то есть ты, когда говоришь такие вещи, он завязан, им можно дергать, как, ну, полностью, как кукла какая-то, потому что он повязан, все эти люди, вот эта система, она как паутина. И если ты, то есть это манипуляция, ну, простейшая, если ты отказываешься, допустим, ты вдруг покаялся, да, тебе говорят, слушай, ты давал там взятку, а ты там это делал, а ты там то делал, да мы же тебя посадим вообще, если ты рот откроешь, если ты только пикнешь. То есть это все настолько завязано и повязано, что даже выйти оттуда, вот многие тоже, мы идем в общественные советы, почему люди, мы каем там людей, они не идут в церковь, они не приходят в церковь, даже они покаялись, они, вы понимаете, эта система, она их не отпускает. Они говорят, у нас есть дети, у нас есть семьи, как это, то есть, ну, он только что-то начнет, что-то против этой системы, она его сносит просто, сносит, угрожают расправой физической, угрожают садить в тюрьму, угрожают вот эти все дела высветить, это, конечно, ужасно. Люди в этом живут, они просто живут, истина вот для Украины, истина она там, то есть, а то, что мы здесь вот поднимаем, это, конечно, для многих людей как космос, это просто космос. Вот, это даже для церкви, а что говорить, ну, о неверующих людях, поэтому, чтобы изменить страну, это мало молитв, это мало каких-то вещей, даже благотворительных, то, что мы делаем, но, допустим, я же занимаюсь, общественная организация, именно моя занимается какой-то деятельностью, но если бы я не была врачом в этой системе 12 лет, и я не знала, что там творится, я бы искренне думала, что это моя деятельность, она помогает, она помогает просто каким-то людям, может, там, финансам, еще чем-то, но систему она не меняет вообще, и даже ходя на этот общественный совет, я вижу, там, ну, он не открывает истинного положения дела абсолютно, то есть, поэтому, чтобы поменять эту страну, может быть, ну, и другие постсоветские страны, это нужно идти в эти сферы, нужно быть очень серьезным верующим, нужно иметь стержень, нужно умереть для себя, нужно занимать какие-то должности, которые влиятельны, и нужно светить там, и действительно, ну, делать какие-то дела очень радикальные, очень серьезные, но я как вижу, что мы еще даже не вступили, мы вот туда, вот, верующие люди, вот в эти сферы, мы даже не вступили еще туда, мы не готовы просто, на самом деле, то, что я слышу, я не ожидала, что в церкви там списывают, ладно, еще где-то, но в церкви, мы просто не готовы, если бы такое вот, мы вот так вот делали там, и мы сказали, что мы в церкви посольство Божие, это все было бы, ну, то есть, это такой позор, это какой Бог там вообще, понимаете? Спасибо большое. Слайд один назад. Хорошо, считаю. Пример. На предприятиях Украины все пишут липовые отчеты. Как с этим быть? Ну, как с этим быть, если ты там? Давайте будем смотреть разные ситуации, разные варианты. Если приходить и указывать людям на то, что они все делают неправильно, что они все грешники, это осуждение и превозношение, а это грех гордости. Человек начинает думать, что он борется за правду. Если мы воздвигаем баррикады, то становимся мишенью. Если говорить людям абсолютно неготовым к этому, то нужно быть готовым к тому, что в вас начнут стрелять. Слово Божье действует как меч. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Не надо выжигать огнем всякое несогласие с вами. Если уважать человека, не нарушая его свободу воли, то таким образом мы даем человеку возможность поступить правильно. То есть не надо приходить и начинать на шаннику, допустим, или даже коллегам другим воружу. Во, вы грешите, вы даете взятку, вы собираете. Нет. Главное, контролируйте свой поступок. Примером, показывайте, что я это не делаю, я не могу это делать, потому что мое убеждение не позволяет мне это делать. Я это не делаю, но зато я работаю и делаю другие вещи лучше всех. Нужно быть лучшим слугой, лучшим служителем, лучшим рабом. При этом тебя будут сенить, как лучший, добросовестный человек. Даже если ты не будешь повторять их беззаконные, они будут тебя уважать. За то, что ты стараешься и добросовестный. Может быть, тебя не будут толкать, как так, но они поймут, почему ты так. Но самое главное, не указывать пальцы на них. Не осуждать их, потому что они еще не знают то, что мы знаем. Мы не поступок опять же, но мы осуждаем. Мы должны привести их сначала к свету, а потом свет разберется с поступками их. Мы не трогаем их поступок. Мы являем им свет. И если не удается нам уявлять им свет, мы являем примерами своими. Но идти на конфликт, допустим, кто-то пришел из нашей сестры, пишет грант на гранты. Или гранты, или гранты. И говорит, вот я не буду, я отказываю. И она выиграла грант. И она говорит, я отказываю кабинету министров грант. Я отказываю. Я выиграла, и я отказываю. Я говорю, почему? Потому что этот начальник или система сама вообще так. Что и тот, кто выигрывает грант, дает ему только 70% этих денег, доходы до него. А остальные идут на какие-то вот, ну, структура такая, что, ну, как бы, по рукам. И наша сестра говорит, я отказал вообще от всего. Я говорю, хорошо, толку с этого. Это что, измени систему? Не измени систему. Это же не ты берешь, не ты берешь. Но теперь отказался, детям, которые ты хотел, помогла? Нет, конечно, Бог знает, что я отказался. Это не мудро. Тебе дают, ты выиграла. 70 тебе дали, слава Богу, используй эти 70. Как ты можешь, чтобы помочь детям? А так ты отказался, ты вообще никому не помог. То есть ты не можешь повлиять на поступок других людей. Ты можешь только повлиять на твой поступок. Ты не можешь повлиять на действия другого человека. Ты можешь повлиять только на свое действие. Главное, что не ты собрали это. Не ты этим занимаешься. То есть ты живешь перед Богом. А другие, это не твое дело осуждать их поступок. И потому что иногда из-за ревности нашей мы идем против... Это тоже самое, что я хочу драться кулаками против танков. Разорвут. Танка идешь с кулаками. Если ты еще не имеешь свой танк, пока придержайся. Изучи. Но веди себя правильно. Играй по другим правилам пока что. Это тоже нужно. Есть место для мудрости. Когда мы даем человеку право высказаться или остаться при своем мнении, то он не шарахается и не закрывается от нас. Не только мы имеем право высказывать правду, истину. Другие тоже имеют право высказывать неправду. Мы живем в обществе, где некоторые говорят, но гомосексуализм мы хотим. Ну, мы хотим это самое. Мы не можем сказать, что потому что мы живем. Мы не хотим гомосексуализм. Мы не любим, мы не принимаем, мы христиане. Что у них нет права высказывать свое мнение. Свобода не только для меня. Свобода для них тоже сказать то, что они верят. И это тоже истина, что мы живем в обществе. Это общество не только мне принадлежит. Дальше. Когда мы даем человеку право высказаться или остаться при своем мнении, то он не шарахается и не закрывается от нас. Не только я заслуживаю уважения, но другие тоже заслуживают почтения. И даже когда я не осуждаю, написано, не осуждаю человека за то, что он выбрал. За то, что он избрал. Поэтому, когда мы проповедуем, мы не осуждаем грехи людей. Мы позволаем им знать, что Христос делает для них. Мы не указываем их на их поступок. Нет. Мы показываем им свободу, то, что уже искуплено и завоевано за них. И тогда такой человек готов воспринимать наши слова и нашу точку зрения. Надо находить правильную форму и понимать, с кем вы говорите. Потому что Царство Божье не в слове, а в силе. 1 Коринфянам 4.20 И если человек не обладает этой силой, то люди не будут реагировать на его слова. Обратите внимание на экран, если видно картинку. Важно сеять слово истины, которое потом может возрасти, как семя спасения в этом человеке. Когда мы сеем, мы можем не знать, как наше слово отзовется. А что за картинка? Надо было объяснить. Ну, там просто два совершенно разных размера личности представлены. И наглядно показано, что маленький никак не сможет переубедить большого. Следующее. Принцип Божий. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Бог, Иисус, который сам есть истина. Говорит, слушай, не век, где надо идти на баррикады. Не всегда надо поднимать руку на старшего или на висшего. Если система, вся система страны такая, тогда это уже волки там есть. А когда он посылает нас, как овец среди волков, мы не начинаем бросаться в драку. Мы включаем мудрость, как змеи. Иногда надо подспасавливаться. Иисус сам, который есть истина, так говорит. Так что не надо быть слепыми, чтобы просто слепо, истина и все. Истина тебя разорвет, если ты пойдешь немудро иногда. Особенно, когда речь идет о мире, той системе в их среде. Главное, быть верной истины для себя. Но не начинать указывать и переушивать все. Мы читали Матфея 10.16 или Луки 10.3. Мир это волки, но мы среди волков должны вести себя с мудростью змеи и простотой голубя. Обличение это не простота голубя. Голубь невинен и чист. Это не коршун. Он ни на кого не нападает. Очень важно, чтобы мы обратили на это внимание. Поэтому все, что мы говорим о любви к истине, мы говорим о отношении нашего сердца. Мы не говорим, чтобы мы начали гнаться за неверующими и говорим, что они не любят истину. Они еще дойдут до этого, когда Бог им откроет эту истину сначала. Речь идет о нас. Читаем. Hello. Жалобы и обвинения ни к чему хорошему не приводят. Иакова 1.20 Ибо гнев человека не творит правды Божьей. У тех, кого мы хотим исправить, наши обвинения вызывают только защитную реакцию и ответный гнев. Притчи 9.8 Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Вот как нужно вести себя в мир с кеми. Даша. Выступая за справедливость, многие ведут себя неправильно. Начиная пресловутую борьбу за справедливость, люди часто начинают размахивать руками, в то время как сами еще не так живут. Так поступали фарисеи, о которых Иисус учил. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Матфея 23.3 На любовь к истине нужно тестировать, прежде всего, себя. Когда человек начинает обращать больше внимания на то, как ведут себя другие люди, то невольно он начинает судить и указывать пальцем. Даже если все совершают неправомощные поступки, это не ваше дело. Это дело между ними и Богом. Бог не говорит нам любить истину так, чтобы только замешать, ну, как там, плевок или как там, в глаза других людей, сушок в глаза других людей. Бог говорит, не обращай внимания на чужие глаза, смотри на бревно твоих глазах. Матфея 5.4 Если человек скорбит и плачет о беззакониях, не осуждая людей, то это приводит к ходатайству. То есть, если люди, другие, ведут себя неправильно, грешат, твое дело ходатайствовать, скорбит они, не учиться блещать их. Поэтому, например, блаженец, но плачущий, плачь в молитве, плачь в ходатайстве, не начинает указывать, тогда ты уже совершаешь грех осуждение. Чаще всего Бог позволяет нам увидеть несовершенство других людей только для того, чтобы молиться об этом и провозглашать правду Божью. Если мы не идем против людей, то Бог знает способы, как открыть для нас двери и возможности достучаться до их сердец и изменить ситуацию. «Для чего бы вам не оставаться обиженными? Иногда нужно позволить себе, прошу прощения, иногда нужно позволить себя распять, чтобы Духу Святому можно было начать действовать в людях и производить в них свою работу». 1 Коринфянам 6.7 «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Когда вы действительно делаете Божье дело, что бы ни происходило, вам ничто не повредит». 2 Коринфянам 6.7 Можно повлиять своим примером. При личном общении можно учить людей на своем примере. «Почему я так не делаю? Почему я живу такими принципами?» Если человек является замечательным работником, то люди сами скоро к нему потянутся, чтобы узнать, по какой причине у него все получается. Самое главное испытание для нас – как мы ведем себя в этих ситуациях, как мы реагируем на то, что происходит с нами. Любовь – важный фактор во всех взаимоотношениях. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемером, компетентность без любви делает человека неуступчивым, власть без любви делает человека насильником, честь без любви делает человека высокомерным, богатство без любви делает человека жадным, а вера без любви делает человека фанатиком. Еще раз читать о любви. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым, приветливость без любви делает человека лицемерным, компетентность без любви делает человека неуступчивым, власть без любви делает человека насильником, честь без любви делает человека высокомерным, богатство без любви делает человека жадным, И вера без любви делает человека фанатиком. Следующий вопрос. Любовь к истине обозначает ли суверенство? Докажите. Любовь к истине равно ли суверенство? Докажите. Либо да, докажите, либо нет, докажите. Как вы понимаете, Иоанна 3, 19 по 21 стихи. Как вы понимаете эти стихи? Иоанна 3, 19 по 21 стихи. Как вы понимаете это местописание? Следующий вопрос. За истину надо платить цену. Как вы понимаете это утверждение? За истину надо платить цену. Как вы понимаете это утверждение? Следующий вопрос. Один плюс один, два. Как это утверждение? Как вы понимаете это утверждение? Как вы понимаете это утверждение? Один плюс один, два. Как это утверждение? Как вы понимаете это утверждение? Следующий вопрос. Какая разница между правдой и истиной? Какая разница между правдой и истиной? Следующий вопрос. Как вести себя, если я, будущий верующий, работаю неверующим коллективом? Как вести себя, если верующий, работаю неверующим коллективом? Это сколько вопросов уже? Семь? Семь, семь. Хорошо, семь. hin. Еще? cinq Спасибо. В конце вот есть любовь, важный фактор во всех взаимоотношениях. Я не знаю, вы сфотографировали или нет, запомнили или нет, написали или нет. Хорошо, тогда я не задам вопрос по этому.